Это наша такая групповая дерзость и попытка сформулировать те принципы, которыми должно руководствоваться при переходе к следующему экономическому укладу. Мы ее между собой называем датрильной платформизацией. Эта картинка мы вам уже показывали, это те всякие интересные прорывные штуки, которые есть. С нашей точки зрения именно блок, который находится в углу, материал будет слайд удивительно лучше. Он будет развиваться и существенно менять привычные нам взаимодействия. Итак, в предыдущей версии нашего, в пробной версии нашего доклада на тему доктрины платформизации мы выделили 10 принципов. Посовещавшись, мы решили добавить еще 3, хотя последний он не является существенным именно для этого процесса, хотя универсальный для разного рода технологических изменений. Значит, первый принцип. Принцип ресурса по рождению. Платформа, экосистема платформ, когда, например, разворачиваем платформ, одно из ключевых вещей, которое это организовано сделает с той средой, той системой разделения труда, на базе которой она развивается, она превращает то, что до этого не было ресурсом, в ресурс. То, как Uber превращает свободное время и свободную машину водителя в возможность зарабатывания денег, то, как вот этот хрестоматийный пример про Capture, когда вы видите фотографию с неразборчивым словом, который вам нужно ввести, чтобы продолжить регистрацию в той или иной системе, оказывается, что все эти слова, они из одной большой библиотеки, там, где компьютеру реально нужна помощь в распознании этих символов. Или такие платформы, как ZipVar или Airbnb, которые определенным образом организуют ресурс, либо собирая его от разных пользователей и предлагая рынку, либо, наоборот, деля его так, как сейчас вы можете выйти и арендовать автомобиль там на 2-3 минуты. Второе – это принцип внутренней валюты. Каждая платформа, она внутри себя содержит собственную валюту, которая пользовательной платформы видна явно или неявно. Часть из них – это рейтинги, отзывы, статусы, те звездочки, которые, там, те 5 звездочек, которые поставил водитель, когда ехал сюда. Или вполне понятные, там, системы лояльности, вплоть до введения дополнительных денежных валют, которые, соответственно, имеют, какого-то внутри этой платформы. Собственно, опираясь на этот принцип, мы видим, что экономическая эффективность платформы, она возникает не только в результате снятия и сдержек, но и создание дополнительной ценности за счет генерации внутренней валюты. Принцип пересборки СРТ. Каждый раз при платформизации той или иной отрасли мы видим то, что сложившаяся система разделения труда, она претерпевает значительность изменений. Например, самый простой пример, да, это Яндекс.Такси, ну или Камубер, десятки тысяч по всему миру хоксопарков, они очень сильно изменились, потому что из них, в общем, платформа целиком выдрала диспетчерскую службу и делала это дешевле, эффективнее и лучше. Значит, четвертый принцип – это принцип сетевой организации, что каждый раз, собственно, платформа – это не только программа, которая, собственно говоря, есть код платформы, да, а это прежде всего многосторонний рынок или организованный сетевым образом. Принцип обоюдной выгоды. Здесь, чтобы хоть как-то добавить автомобильный пример, мы с коллегами подумали, что там может кто-нибудь пользовался, сайт не знаком. Принцип обоюдной выгоды. Платформа, продуктив масштабный сетевой эффект в каждом из противопорствующих локерей, совершает с пользователями определенный набор, хорошо алтеритмизированных действий, чтобы и ту, и другую сторону, и другую сторону, и перед ней выгодить. Значит, здесь я заострю на одном моменте, когда мы один раз обсуждали этот момент другой аудитории, нам сказали, ну да, здорово, идеология – это прекрасно, но вопрос в том, что это не идеологический принцип, а это организационный принцип, который в другом языке может сказать следующим образом. Не надо делать платформу, если вы понимаете, что ее инсталляция не приводит к выигрышу каждой из подключенных к ней сторон. Принцип двух укладов, и это к вашему вопросу, о том, что каждый раз у нас платформа, ну, например, Airbnb – это и сервис, куда индивидуальные предприниматели, так скажем, подключаются для решения каждой своей конкретной проблемы, кому-то там снять квартиру, кому-то сдать, поставивающую квартиру, да, но в то же время сама компания Airbnb, она действует в другом экономическом укладе, экономическом контуре, являясь достаточно крупной компанией, которая может вести переговоры, например, со страховыми компаниями, или осуществлять разные программы по защите, в том числе своих пользователей от разных моментов. В данном случае мы видим, что с одной стороны масштаб этого бизнеса, который на этой платформе происходит, с одной стороны может быть очень маленьким, с другой стороны сама компания действует как полномасштабное, крупное проект-дайстом, практически. Принцип критичности масштаба. Про это Алексей высказывался и в прошлый раз, и в интернете есть статья, кажется, она называется «Почему у нас не 200 уберов в час?» Про то, что для запуска платформы есть сложность, которая называется «эффект масштаба». У вас не может быть платформы, если у вас с одной стороны очень много потребителей, с другой стороны очень мало поставщиков. Вы должны обеспечивать гармоничный рост. и той, и другой стороны рынка. Там есть ряд эффектов, которые приводят иногда к снижению стоимости платформы, к их умиранию. Ну, в общем, это тот момент, который для платформы критично требует внимания и управления. Значит, следующий принцип — это принцип инфицирования. Выгода, снижение индержек и дополнительная ценность, которую создает платформа, способствует росту как пользователей платформы, так и присоединение или формирование экосистем. И это как раз картинка с… Да, как кто знал вопрос? Экосистем. Я забыл вопрос. Вот. Вопрос инфицирования или складывания экосистемы платформ, которые обмениваются данными пользователями и действуют в виде в виде одного сложного механизма. Следующий принцип — это принцип капитализации данных или data footprint. Он иногда у западных экспертов. То есть каждое ваше действие на каждой платформе генерит данные. И, в общем, задача того предпринимателя, который отвечает за развитие платформы, используя эти данные на максимальной инфицирующей. Принцип IT, DT, IE. Вы помните, что Jack Ma пару лет назад сказал, что, в общем, эра IT закончилась. IT есть у всех. IT — это скучно. IT — это документооборот, электронная почта и документы в нечитаемом виде. С этим проехали. Сейчас эра DT или Data Technologies. Но на самом деле DT — это одно из тех оснований, на котором развивается следующая степень автоматизации или искусственный интеллект. Принцип IT, DT, IE говорит о том, что везде, где можно, сначала автоматизируются процессы, потом автоматизируются данные, потом эти процессы могут автоматизироваться за счет применения искусственных интеллект. Примером, например, является накопленное накопление словарей и уточнение качества машинного перевода, которое, например, применяется в платформе SmartCAD-компании Apple. Принцип алгоритмического регулирования говорит о том, что в процессе платформизации ручное регулирование с применением мыслительной, иногда мышечной силы человека будет полностью исключено. Алгоритмами человек будет отвечать только за архитектуру и конструкцию. Принцип встроенных исследований. Когда у вас есть отрасль или какая-то, но более точное слово, индустрия, тут и не такое родное для языка как отлодокс. Где есть платформа, значит, соответственно, все действия всех пользователей оставляют следы, их можно анализировать, можно организовать какие-то дополнительные тестовые площадки и тем самым существенно ускоряя скорость проверки декозис и скорость вырубки новых верных знаний для определения направления развития. И последний принцип, как я говорил, уже не уникальный. Это принцип достаточной специфоровой инфраструктуры. Мы с вами понимаем, что Uber мог появиться только тогда, когда на нашем кармане есть смартфон. Смартфон должен уметь определять ваше местоположение, показывать карту, звонить и еще несколько вещей. То есть, в общем, достаточно банальная вещь, что что-то может случиться или что-то, когда необходимый пакет инфраструктур сформирован. Но под инфраструктурами я бы просил понимать не только какие-то технические, штучные рельсы и трубы, но и мягкие инфраструктуры, навыки, возможности быстрого моментального расчета по кармане и так далее. Здесь пауза для вопросов. Вопросы? Делал коротенький вопрос, на самом деле. Почему-то оказался непонятным первым. Все-таки в чем с инспектор ресурса порождения? в создании ресурса из того, что раньше не было ресурса. Пример просто живой. Пример Airbnb. Собрав данные о всех квартирах, свободные на короткий пухочек времени, создает самую большую в мире базу данных о том, где вы можете частный опыт снять уже ее. тем самым, каждый раз, когда вы пытаетесь работать с этим рынком напрямую, без платформы, один на один, здесь возникает масса вопросов и затруднений. То есть, в этом смысле, собрав эти данные правильным образом их организовав, Airbnb превращает этот неэффективность эффективность. Три сутки. По моему же пример у Zipcar и возможность применения автомобилей. Вы помните, что там средний автомобиль ездит максимум 95%. Нет. Стоит. Стоит. Ну, там другая какая-то цифра. В общем, грубо говоря, 90% времени машина стоит. То есть, сделать так, чтобы она ездила больше, чем 10% времени, можно путем разделения ее между разными отлучателями. Ну, мы просто включаем ресурсы, состоится. То есть, это система, которая объединяет ресурсы. Она по себе ресурсы не является посудистой. Вовлечение в экономический оборот того, что в него не было вовлечено столь активно. То есть, условно, мы использовали машину собственную, 5-6% времени. Да, это ваш актив, но теперь мы его в другой экономический оборот ввлекли. Сдавая через Zipcar, используя через Uber, как ЦС по-заработку. То есть, это вовлечение оборот в экономический того, что не было в нем до этого такой стати эксплуатации. То есть, по сути, дело, это иначе. То, что делает возможно, оно ресурс не создает, но расширяет уровень. Правильно? это более эффективно использование ресурсов. Но ресурс новый не принялся. Вопрос, где вы проводите границу системы выделения труда? До этого он где-то в другом козре был обузой, а в этом принимается козлоком стал ресурс. Давайте, ребят, попробуем в следующем обзоре. Смотрите, я в свое время столкнулся с такой проблемой. Проходил, если я не ошибаюсь, саммит шосс в городе Ишкен в Киргизии. И вся гостиничная сеть в этом городе она насчитывала примерно полторы тысячи номеров в емкости. Участников это было саммит и шосс их там было чуть больше трех. И, к несчастью моему, еще и ко мне в этот момент приехали мои деловые партнеры и я столкнулся с ситуацией, когда в городе со средним чеком на гостинице до 100 долларов я был вынужден более 500 платить за номер для замещения своих партнеров. И в этом смысле конечно квартиры и так далее они существуют. Но вовлечены ли они в этот оборот. Если система позволила вам расширить эту емкость условно-намерную и в этом сегменте экономики резко подняла пропускную способность, то вот здесь мы пытаемся говорить об этом. Понятно, что любой из этих принципов это не более чем гипотеза команды разработчиков. И это предмет для дискуссии. поэтому с одной стороны мы за любые дискуссии с другой стороны просим учитывать, что это все-таки не законы утвержденные научным консервам. Но эту вещь я чуть все-таки не настаиваюсь. Дело в том, что ресурс это сущность осмысленная только в каком-то определенном контуреупотребления. И в этом смысле то, что не является ресурсом в этом контуреупотребления, в этой системе СРТ становится таким ресурсом. А чем она первая причем получает ресурс? А в первую часть она из-за шимичного понятия ресурсом получается, что вот этот третий парт он идет разум в очередь. Понимаете, ресурс это не нечто такое примерное. Это физический материал, который можно пощупить. Это вещь. Не каждая вещь является ресурсом. Вещь становится ресурсом только в применении конкретному конкретной задачи, если хотите. Только функционализация. Функция применения какой-то вещи в качестве ресурса для деятельности это в принципе свойственно предпринимательской работе, предпринимательской функции. дать слово дали. Спасибо большое. Я хочу сейчас в предыдущем дискуссии добавить по поводу ресурсов. Не потому, что ресурсом может быть все, а ресурсом что достанавливается только тогда, когда это появляется спрос, где это может попадать. И вопрос у меня собственно такой. Я хотела вас попросить стынуть немножко третий принцип по поводу пересборки СРТ. И вопрос такой, этот принцип свойственен оптономизации как единицы только четвертой помышленной революции или принцип пересборки СРТ свойственен всем единицам во всех продажных революции. То есть это лично принципиально свойственное только этому либо же это свойственное всем складам. Это пересобрать СРТ это задача принимать. И в этом смысле она сквозна для всех революции но платформа не может не пересобирать СРТ. В чем состоит пересборка? Принцип пересборки? В чем состоит пересборка? Я не думаю смотрите я имею ввиду разницу между углублением и пересборкой вы это отвечаете? Это вторая пересборка первая я не услышал углубление разделения труда углубление системы мы называем это пересборкой хотя это может быть и углубление системы разделения труда платформа в системе разделения труда находит те моменты которые можно сделать эффективнее и делает их и в этом смысле я попробую помочь как минимум внедрение artificial intelligence является существенным углублением системы разделения труда у нас появляется новый участник этой системы а принцип пересборки на котором настаивает Антон он конечно больше про оптимизацию текущих процессов и вот там исключение узкого расширения узкого горлышка в виде диспетчерских таксопарков за счет таких сервисов как Яндекс такси и так далее они просто позволили выйти на другой масштаб снизить стоимость транзакции для конечного потребителя увеличить количество процент использования автомобиля полезного и так далее и так далее то есть я понимаю где у вас граница проходит но в этом месте в связи с тем что мы с вами договорились о сотрудничестве я надеюсь оно состоится вы как раз и прокачаете эту группу по поводу того чем эти понятия различаются да спасибо за ответ это наше вопрос нужно знать директором да спасибо да целевая аудитория доктрины потому что я слушаю это если смотреть если смотреть на это как бы в жизни можно в принципе одно и то же то же самое 9-10 про капитализацию данных и соответственно AI это в принципе AI это собственно данные топлива для AI это очевидно соответственно здесь много дублирований я пытаюсь понять логику зачем появилось индуклирование возможно потому что делать это какой-то аудиторик в который я не вхожу можно я отмажусь от этого вопроса следующий вопрос я нахожусь в контакте с большим количеством различных групп которые рассуждают на тему цифровой экономики платформ и так далее и часть из этих групп очень сильно настаивает на том чтобы появились определения термины под которыми все подпишутся абсолютно я в свою очередь пытаюсь сказать что господа в предыдущих эпохах научного любого развития приходили к единым терминам к единым новым восприятиям иногда сотнями лет в последние годы в 20 веке это иногда удавалось сделать за десятки лет и здесь очень сложно ожидать однозначных все неразделяемых терминов потому что ну не вызовало еще и в этом смысле ребята сделали ход в обход попытавшись предложить некие принципы понятно что они на сегодняшний день не на грани не отпечатаны выбиты с ними по ним можно дискутировать но которые обрисовывают некую рамку этих процессов и задают определенный вектор движения спасибо Роман на уточнение уточнение да понятно что это не 12 всяких раз смотрите все-таки термин доктрина он не случайный но это совсем молодой человек не дует до ввел свой вопрос до конца я его доведу если позволите смотрите доктрина предполагает кто на кого направлено и тот кто направлено то есть если вы сказали допустим доктрина либо бы понятно кто стоит с одной стороны и понятно на кого тот же Джек Ма говорит мне нужно десятки тысяч предпринимателей мелких в этом смысле вопрос с двух сторон с одной стороны кто то есть чтобы понять кто субъект доктринирующий и кого доктринирует вот точнее просто новая против старого да примерно следующим образом наш групп пытается разбираться с этими понятиями и с этими процессами некоторое количество времени мы видим что в том числе и наша деятельность поспособствовала появлению и распоряжению президента о разработке программ справовой экономики и в этом смысле мы пытаемся каким-то образом задать некую минимальную планку по этим задачам другим группам которые взялись за них и пытаемся таким образом доктринировать их без при этом остановлюсь и я я предупредил что это в некотором смысле дерзость потому что эта позиция она ну во-первых большой вопрос она вообще может ли быть как какая-то собранная позиция у этого большого тренда но попытка говорить на языке доктрины она именно из попытки нашей группы эту позицию заинствовать ну то есть такая игра как а что если бы нам нужно было ответить на то на каких принципах вообще весь этот слабо возможный потому чтобы остановить и прекратить процесс двигаться антон располагаете ли вы набором кейсов которые ну как-то иллюстрируют или реализуют все что было на всех ваших слайдах по каким-то элементам а еще лучше в комплекс тут я следующим образом скажу что какие-то микрокейсы мы отлучивали но мы с большой буквы слова кейс не выше но сама логика нашего действия сегодня она не предполагает глубокого заглубления кейса а наоборот два или три последующих мероприятия два или три последующих мероприятия они пойдут с кейс такой-то относительно которых многие эти вещи будут произнены и разобраны в этом смысле в дальнейшем ход развития наших мероприятий он будет построен на том что мы будем пытаться разбираться конкретные кейсы желательно с нашей российской спецификой в этом смысле и попытаемся на них пока